Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас интересные покупочки Валберис, Азон, Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Валберис, тут у меня кондиционер для блея, вот такая интересная детская зубная щетка. Отзывы были неплохие, цена прям бюджетная. И тут еще в подарок вот такой вот брелочек. Смотрите, какая мимишность. Я пока открывать не буду, потому что в использовании есть другая щетка. По-моему, дешевле 100 рублей, девчонки, 90 с чем-то. Обычная такая классическая зубная щетка. Сейчас из упаковочки достанем и заодно покажу, что за кондиция взяла. Вот она, щеточка. Смотрите, вот такая вот обычная. Тут щетинки замялись. Видите, упаковка немножко помягкая, но ничего страшного. По-моему, она 0+, если я не ошибаюсь. Не нашла эту информацию нигде. Ну, вроде как да. Классный такой наборчик, ребенку приятный. Она, кстати, с 3 сосками, то есть будет прилипать. А, 3,6. Вот, не нашла информацию. 3,6. Нам почти 3. Нормально. Мило так. Так, Аканди взяла Эва, девчонки, от ГРАС. Смотрите, он еще был упакован вот в такую плотную пленку. То есть весь целиком, чтобы если вдруг пролился, то уже в пленку. Это ГРАС. Я уже брала их кондиционер. Черный. На Яндекс.Маркет, помню, самая дешевая была цена. Надо мониторить. Я всегда мониторю 3 маркетплейса, где выгоднее, там и беру. Сейчас на Валбере самая бюджетная цена. Здесь у нас с вами литр 800, и он стоил около 300 рублей. То ли 296, то ли 300 с небольшим. Забыла, потому что я выбирала из разных вкусов, скажем так. Решила взять вот такой вот голубенький. Без фосфатов. Вроде у них и составы неплохие. Флауэр. У нас тут флауэр. Цветочки. Здесь, по-моему, на 80 стирок, если я не ошибаюсь. То есть он достаточно экономичный. И черный был достаточно густой. Так, сейчас посмотрим. Кому интересно, покажу состав. Вот таблица расхода. Так, и состав у нас где тут с вами? Где, 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 где? Так, это гипоаллергенный у нас с вами идет. Подходит для чувствительной нежной кожи. Ага. Так, и вот он состав в самом низу. Вот кому интересно, показываю. Сейчас на момент отдушки потестируем. Вы знаете, вкуснючий. Он вот такой вот голубенький. Я его в крышечку налила по густоте. Чуть погуще, чем кондиционеры Фаберлик. И по расходу то же самое, в принципе. По насыщенности. Приблизительно, как Фаберлик органа. Немножко менее насыщенный, чем японский Aroma Rich Leon. Именно Aroma Rich, да, который прямо на всю квартиру. Чуть-чуть потише, но тем не менее, запах на белье яркий. Вот кто любит, прямо рекомендую попробовать. В принципе, выходит бюджетно. Литр 800 за 300 рублей. Это, ну, вообще классно. Пахнет вкусно. Даже вот, знаете, сейчас не могу описать. Цветочки есть. И зеленушечка есть. Вот какой-то цветок перебивает, а я не пойму какой. Нет, вкусный, красивый, яркий аромат. Все здорово, классно. Вроде и жасмин где-то есть. Вкусно. Вот классно. Каким-то парфюмом прям пахнет. Вкусно, классно. Мне понравилось. Будем стирать. На белье запах остается, но он не прям сильно ярко выражен. А когда развешиваем мокрое, ну, опять же, в зависимости от того, сколько вы добавили. Не хотите, чтобы сильно был гуха, пожалуйста, добавьте чуть-чуть. Смягчает белье, кстати, он тоже нормально. А хотите поярче, добавляем побольше. В общем, мне нравится. Мне нравятся. Годные кондиционеры, отзывы у них тоже неплохие. Еще одна покупочка в Альберс это бесшовный бюстик, девчонки. После того, как я начала носить бесшовные бюстики, я уже год точно не ношу и без косточек. Обычно бюстгальтеры с косточками. Потому что, ну, после таких бюстгальтеров не наденешь их. Это невероятный комфорт. Заказала себе еще один в размере XXL 4850. Черненький. Есть еще белые, бежевые. У меня вот черненький. Мне захотелось, потому что, ну, как бы они самые универсальные. Ой, вы посмотрите, какая прелесть. Нам положили мешочек для стирки бюстгальтера в подарок. Потрясающие. Вот такие вот чашечки были в бюстике. И рекомендации по уходу даже положили. Первый раз я сколько заказывала. Причем заказывала гораздо дороже. А здесь за такую цену вообще столько приятностей. Вот у нас с вами рекомендации по уходу. И вот так выглядит бюстгальтер. Он невероятно красивый, лаконичный. Он абсолютно не чувствуется на теле. Фокус не хочет черный цвет прям фокусировать. Всегда на нем бликует. Вот так в целом выглядит бюстгальтер. Смотрите, показываю вам бретельки. Бретельки регулируемые, что тоже очень круто. Потому что, допустим, если брать такие бюстики топами, чисто вот топами, то бретельки могут подрастягиваться, и грудь будет сидеть не так, как вам хочется. Целых 4 ряда застежек. И посмотрите, какая широкая лямочка сзади. Ну, невероятно комфортно. Сейчас мы с вами обязательно померяем. Я вам расскажу. Потому что, как бы, у меня не 48-50 размер, но я всегда беру именно этот размер таких бюстиков, потому что материал хорошо тянется. Вот прям очень-очень хорошо. То есть, ну, ткань такая очень хорошо тянется. И у меня ощущается абсолютно на теле. Здесь чашечки. Чашечки у нас с вами, так вот, этикеточка. Чашечки у нас с вами съемные. То есть, у нас, видите, здесь есть небольшие такие прорези. Вот они. С одной и с другой стороны. И внутри находится чашечка. То есть, если вам комфортно без чашечки, там, ну, по дому, допустим, гонять, вы ее вытаскиваете. Если вам нужна чашечка, вы ее вставляете. Если вам нужны две чашечки, то, ради бога, вставляйте две. Ну, то есть, от другого бюстика взяли и вставили. Ну, мало ли у кого какая грудь. По размерам, сразу скажу, у меня двойка, даже чуть поменьше двойки. На двоечку вот эти бюстики нормально. Еще, может быть, и на троечку, но все равно, опять, много зависит и от формы груди и так далее. По поддержке, девчонки, бюстгальтеры великолепно держат грудь. Вот таким образом он скроен, что вот эта вот чашечка, она невероятно круто держит грудь. Все здесь сделано вот как надо. То есть, вот это расстояние между, опять фокус не хочет, грудями, да, вот эта форма чашечки, в общем, она смотрится красиво. То есть, даже самое, блин, не хочется обзывать женскую грудь, но, в общем, самая не идеальная форма, в таком бюстгальтере смотрится достойно и красиво. Но мне, в принципе, все нравится. Пошив великолепный, все здорово. Вот здесь у нас тоже этикеточка, есть рекомендации по уходу, отдел заботы, QR-код есть. Все отличненько. Сейчас померю и расскажу вам, как на теле. Померила. Все шикарненько, все отличненько. Просто замечательно. Еще что хотела отметить, девчонки, он не заметен абсолютно ни под какой одеждой. То есть, вот обтянула себе майку, смотрите, нигде не видно, что вы в бюстгальтере. Вот это огромный плюс. Под какие-то платья там или еще что-то. Вот такая посадочка. Грудь вот смотрится очень-очень аппетитно. Очень аппетитно. Очень красиво держит грудь. Вот форма чашечки прям идеальная. Параметры. Обхват груди. У меня где-то 111-113. Давно не замерялось. И под грудью у меня 87. Мои параметры шикарно. Нигде ничего не давит. Вот этот размер 48-50, как написано XXL. Нигде абсолютно ничего не давит. Ни сзади он нигде не впился. Все шикарно, все замечательно. Я его вообще не ощущаю. А еще под грудью здесь вот такая вот полосочка. И она как будто пробита. Знаете, такая неоднородная текстура. И за счет этого грудь у вас не проваливается, не вываливается. И бюстгальтер сидит так, как вы его одели. То есть вот плотненько прилегает под грудью и держит грудь. Вот именно за счет вот этого вот такая прям полосочка под грудью. И она пробитая. Вот это очень-очень классно, очень удобно. Ну что, мне все нравится. Вообще шикарно. Просто шикарно. Вот видите, его незаметно. Он никуда не впивается. Лямочки под себя регулируем. То есть насколько высоко мы хотим поднять грудь. Грудь смотрится шикарно. Объемненько. И что мне нравится, вот допустим, в отличие от бюстиков, в Эберлике я брала, сейчас скажу, как они называются-то. Ну, спортивные, в общем, бюстики, вот они мою грудь приминают. Делают ее маленькой. Она и так маленькая. И делают ее совсем маленькой, приминают. И она некрасивая. Здесь грудь всегда красивая. Здесь она объемная. То есть вот эти чашечки, они придают, конечно же, еще визуально объема. Ну, полразмера минимум. И за счет лямочки вы регулируете посадку. То есть хотите, как вы привыкли, еще повыше. Поднимайте, пожалуйста, ради бога, повыше. Как вам удобно. В целом всегда украшают грудь и бюстик никакой не виден. Нигде ничего не впивается. Вот это, знаете, приходится возрастом. Когда хочется носить исключительно удобное. Я вот сейчас к весне буду перевыкровать одежду. Я все свои бюстики с косточками выкину. Вот без дозрения совести вам говорю. Потому что я не одену их больше. Я это прекрасно знаю. После того, как вы надеваете на себя такое белье, вам просто этого не захочется. Так что класс. Мне очень нравится. Безумно мягкие. Вообще не ощущаю. На теле огонь. Покупочки в Wildberries. Много интересного. Все очень быстро пришло. Только вчера вечером заказали. И все пришло. Вот все товары. У меня первый раз такое чудо чудное. Распаковываем. Первое, что покажу, это перчатки. Перчатки мужские очень как-то дешево. Девчонки 200 рублей. Зимние. Но зима как бы не то, что кончается. Она у нас вообще до мая. Мне кажется, длится последние годы. Поэтому заказала. Отзывы хорошие у продавца. Именно на вот эти зеленые перчатки. Размер XL был. Цвет хаки. Вот такие вот интересные. И они еще сенсорные. Внутри мех. Ну не сказать, чтобы прям много. Но он есть. Вот так выглядит внутренняя сторона. То есть вот эти два пальчика, они сенсорные. Вот здесь такая удобная сеточка для тех, кто за рулем. Пристегиваются они друг к другу. И сейчас изнаночку покажу. Камера не хочет нам их показывать. Они такие, знаете, как велюровые. Вот он такой небольшой. Не то, что прям мех. Это больше как-то на флисик похоже. Но в целом достаточно тепленькие и большие. То есть они вот прям большие по размеру. На большую ручку хорошо подойдут. Прям хорошо промокать тоже не должно. Еще вот по окантовке кисти. Они прорезинены. Что тоже важно. Потому что мало ли вот в пальчиках чуть великовата в кисти будет. А тут прям хорошо ложатся. Хорошо ложатся, хорошо сидят. Классные. В общем, такие вещи я поняла. Надо покупать, когда зима заканчивается. Когда ведут распродажи. Все распродают. Цены дешевые. Ну, в общем, прям прелесть. Дальше у нас много канцелярия решили обновить. С Ксюшкой вчера посмотрели. Тиратки все посаканчивались. Я обычно беру классику. Такие, знаете, зелененькие. Эрик Краузер. Она захотела цветные грудим, как разрешают. Но пусть будет баночка. Вот обычная такая, знаете, классическая баночка для красок. У нее тоже поломалось. Заказали. Дальше обложки плотные для тетрадей взяла. Потому что у нас они постоянно теряются. Остались одни тонкие. Я прям вот эти тонкие обложки терпеть не могу. Вышла бюджетно. Я забыла, что-то сколько здесь у нас с вами штук. Десять штук. Нормально хватит за глаза. У них тетради только по трем предметам. Они лишних тетрадей не ведут. Чему я не сказала на рано. Потому что в прошлый год и по чтению тетрадь была. И по окружающему миру новый учитель по этим предметам тетради не ведет. Мне это очень импонирует. Кстати, вот картоном переложены обложки, чтобы во время транспортировки не помялись. Тоже очень важно. Дальше вот такая красота. Все выбирала Ксюшка сама. Это новая подставка для учебников. Очень много разных интересных сейчас подставок. У нас была обычная классическая. А здесь, смотрите, даже со шпаргалками. Здесь единица измерения. Перевод. Сейчас откроем все, посмотрим. Вот такие тетради в клеточку, то есть по математике с Чебурашкой. Она выбрала сама. Ей захотелось. Обложка плотный картон. 10 штук в упаковке. И, по-моему, они все одинаковые. Сейчас тоже откроем. И вот эти тетради, это уже в линеечку. Это я ее склонила к такому уже дизайну. Более-менее минималистичному. Не очень сильно яркому. Но тоже такая приятная расцветка. Тоже плотная обложка. Плотные листы. И тоже в упаковке 10 штук. Так выглядят сами тетрадки внутри. Голубая клетка. Плотные листы. Все отлично. И Чебурашек. У нас здесь 4 вида. То есть они повторяются. 4 каких-то тетрадочек по 2. Какие-то по одной. Вот тут сидит. Ручкой машет. Какой-то вертушкой. И с апельсинчиком. Но очень милая. Вот такая подставочка. Подставка вообще классная. Крутецкая. Мне очень понравилась. Она тяжелая. Она железная. Она прям такая плотная-плотная. Сзади она регулируется по высоте. То есть много положений. Спереди вот держатель для книги. И шпаргалочки. И получается у нас с вами краской что ли набит вот этот вот рисунок. Я не могу понять. Нет, по-моему это наклейка все-таки. Наклейка. А в целом это белая металлическая поставка. Но достаточно такая, знаете, добротная. Понравилась. Линейку представлены в 5 видах. Каждая по 2. Вот такой вот интересный дизайн. Сзади есть алфавит. Кстати, у чебурашек сзади нету таблицы умножения. Может быть для кого-то это и минус. Потому что моя, например, несмотря на то, что постоянно учим, все равно некоторые забывают. Вот развернул. Тоже голубая линейка. Листики плотные. Обложка плотная. Класс. Ну и теперь самая интересная покупочка. Сразу показываю вдалека целиком. Это куртка. Цена вопроса, которая 800 рублей. Аня в телеграмм скидывала. Аня, спасибо тебе еще раз. Огромная куртка. Вообще огонь. Там оставалось пару размеров. И я взяла 104. Ну он прям, слушайте, он прям, не знаю. 104, мне кажется, 110 точно. Так, а на этикетке у нас что? У нас на этикетке вообще размер 40. Ну вот написано рост 104. 100% полиэстер. Тут вот ростовка. Пальто для девочек. Это пальто, да. Это не курточка. Это такое пальто. Оно удлиненное. И мне очень понравилось. Слушайте, вот на весну сейчас... Ну, если будет великоват. Хотя я не думаю, как пальто будет нормально. Оно прям широкое. На круглых деток подойдет. У меня, мне кажется, две крест сюда влезет. Но будет свободненько. Оверсайз. В общем, посмотрим сейчас, померяем, как это все дело будет выглядеть. Что понравилось? Понравились красивые манжеты. Такой же ободочек есть на капюшончике. И есть воротничок. Сейчас я ее развяжу, покажу. Капюшончик регулируется затяжками. Симпатюшная молния. Курточка такая, знаете, на прохладную весну еще. Она достаточно теплая. Кармашки. Внизу она сужается. То есть пошив такой интересный, красивый. Я посмотрела по фото там в отзывах. Мне понравилось. Думаю, ну придет, ладно, не подойдет. Потому что как-то мы всегда сомневаться привыкли, что если что-то очень сильно дешево, значит, это плохое. Но нет, не всегда так. Ну, возможно, продавец распродает последние модели. Вот осталось там всего было два размера. Думаю, да, я возьму 104-й, попробую. Вообще не пожалела. Красивый такой, не сильно броский, не сильно яркий цвет. С хлопковым подкладом. Хотя написано 100% полиэстер. Капюшончик. То есть тут такой изнутри приятный материал. Молнии. Есть сверху защита. Сейчас отодрала все этикеточки. Видите? То есть ребенок не поранится. Потому что часто молниями можно шею прищемить или еще что-то. Кстати, двойная. Две собачки. Главное, она с вот таким вот кружочком достаточно удобным. Вот как куртка выглядит изнутри. Такая посередине полосочка. Есть даже бирочка, имя, телефон, адрес. Судя по тому, что бирка на русском, я так поняла, что брайант российский. Я не обращала, кстати, на это внимание. И вот такой вот воротничок, который тянется. Он выполнен как резинка. И он будет закрывать шейку сзади. Мне в этом плане тоже очень все понравилось. Вообще пошита она прекрасно. Мне нравится сама модель. Мне нравится расцветка. Прям вот урвала куртку почти за бесплатно и довольна. Ну, нитки есть как бы, но они везде есть. Выглядит сзади. Здесь, кстати, по бокам тоже есть застежечки, затяжечки. То есть можно ее подзатянуть. Курточку саму внизу. И будет тоже довольно симпатично. Есть какой-то внутри подклад. То есть она не совсем тонкая, она не ветровка. Она такая вот по плотности прям классная. Очень нравится. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылочки, как всегда, в описании в инфобоксе. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю. Целую всем пока-пока.